Найдите массу дуги окружности, заданной параметрическими уравнениями x равен cos t, y равен sin t, где t меняется от 0 до π, если ее линейная плотность в точке xy равна 5y. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Для нахождения массы нужной нам дуги будем использовать кривольнейный интеграл первого рода. Это так называемый кривольнейный интеграл по длине дуги, который имеет вид интеграл по дуге, например, l от подинтегральной функции двух переменных f от xy умножить на дифференциал дуги ds. Если подинтегральная функция f от xy представляет собой линейную плотность, то с точки зрения физического смысла кривольнейный интеграл первого рода будет равен массе дуги l. В нашем случае дуга окружности задана параметрическими уравнениями. Кстати, кому интересно, учитывая ограничения на параметр t, нам нужно будет найти массу верхней половины единичной окружности. Кто этого в параметрической записи не увидел, можно возвести обе части каждого из уравнений в квадрат и сложить. Тогда сумма квадратов левых частей дает нам сумму квадратов переменных x и y, а в правой части мы получим косинус квадрат t плюс синус квадрат t. То есть по основному тригонометрическому тождеству мы в правой части получаем единицу. И, учитывая, что t пробегает значение от 0 до π, мы как раз и получаем верхнюю часть единичной окружности. Но для нахождения массы в данной задаче нам этот рисунок не понадобится. Итак, наша дуга задана параметрическими уравнениями. В этом случае криволинейный интеграл первого рода будет равен интегралу от t1 до t2 от функции f от... Вместо переменной x подставляем значение x, зависящее от t. Вместо y подставляем y от t. Вместо дифференциала дуги подставляем корень квадратный под корнем x' в квадрате от t плюс y' в квадрате от t. И все это умножить на dt. И именно по этой формуле мы как раз сейчас и будем находить массу нужной нам дуги. Итак, масса будет равна интегралу t1 равно 0, t2 равно π. То есть у нас будет интеграл от 0 до π. Под знаком интеграла у нас линейная плотность, которая по условию равна 5y. И вместо y нам нужно подставить y от t. То есть в нашем случае sin t. Таким образом, подинтегральная функция будет равна 5 sin t. Так и запишем. Умножить на квадратный корень. Под корнем x' в квадрате. Находим производную косинуса. Это минус синус t. И возводим в квадрат. Плюс y' в квадрате. Находим производную синуса. Это косинус. То есть нам нужно прибавить косинус в квадрате t. И умножить на dt. Минус синус в квадрате t равен синусу в квадрате t. Да плюс косинус в квадрате t. По основному тригонометрическому тождеству это будет единица. То есть под знаком корня мы получаем единицу. Извлекаем корень. Остается единица. То есть в конечном итоге у нас остается простейший интеграл от синуса. Пятерку мы можем вынести за знак интеграла. Под знаком интеграла у нас остается синус t умножить на dt в пределах от 0 до π. Интеграл синуса равен минус косинусу. То есть окончательно получаем минус 5 умножить на косинус t в пределах от 0 до π. По формуле Ньютона-Лейбница подставляем сначала верхний предел, вычитаем, подставляем нижний предел. То есть получаем минус 5 косинус π минус минус 5 косинус 0. Косинус π это минус единица. То есть будет минус 5 умножить на минус 1. Косинус 0 это единица. Получаем минус минус 5. То есть будет плюс 5. 5 плюс 5 получаем 10. Пишем ответ. Масса дуги равна 10 условным единицам. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и заходите в гости на наш семейный канал. Ссылка будет в описании.